Приветствую! На сегодняшнем занятии мы рассмотрим совместную работу функции поиск позиций плюс индекс. Две функции поиск позиций будут добавлять два аргумента к индексу. При использовании выпадающего списка мы получим более гибкую конструкцию. Так на практике это выглядит следующим образом. У нас имеется диапазон и первое что мы сделаем это вставим два списка. Первый список у нас будет находиться по строке. В данном случае это месяца. При выпадающем списке можно будет его менять. И второй список у нас будет выпадать из фамилий. То есть по столбцу. Который также можно будет изменять. Что даст нам возможность менять критерий, не редактируя саму функцию. Теперь для двух выпадающих списков мы напишем функцию поиск позиций, которая будет находить у нас ячейку с выпадающего списка. Выделяем диапазон, вставим тип соответствия 0 это приближенная, единица приближенная к положительному числу, минус единица приближенная к отрицательному числу. Также пишем функцию поиск позиций для столбца. И в желтой ячейке мы сейчас найдем индекс. И заместо аргумента в номер строки мы будем использовать функцию поиск позиций, назначенную на выпадающий список. И нажимаем готово. При изменении значения выпадающего списка функцию поиск позиций у нас будет менять номера. Тем самым в индексе мы получим изменение двух последних аргументов. Номер строки и номер столбца. Второй способ решения этой задачи это написать совместно функции индекс и поиск позиций. То есть одну функцию вложить в другую. Берем, переносим функцию индекс и меняем аргументы в ней на сами формулы. Копируем поиск позиций без равно и вставляем за место первого аргумента, меняя при этом значение поиска и фиксируя диапазон, потому что при протяжке он может съехать. Берем вторую функцию, в которой мы также меняем аргументы на всего. В данном случае нам придется фиксировать весь диапазон, вместе с аргументами. Значение поиска также фиксируем. Протягиваем и получаем результаты, которые находятся у нас справа. Делая элементарную проверку, мы сможем посмотреть, что действительно у нас значение повторяется, а это значит, что функция решена правильно. Те же используемые функции поиск плюс индекс позиций, это когда мы делаем импорт целой строки. Выглядит это как-то так. То есть мы сначала выделяем диапазон, куда у нас будут рассчитываться функции. Пишем функцию индекс, выделяем массив, в котором будет находиться значение. Прописываем функцию поиск позиций для строки. Указываем критерий поиска. Массив, в котором у нас будет находиться значение. Точность поиска, то есть 0. А за место столбца мы указываем просто 0, то есть строка будет импортироваться полностью. И нажимаем Ctrl-Shift-Enter при обращении к массиву данных. Протягиваем, делаем проверку через условное форматирование, повторяющие значения. И здесь мы видим, что функция решена правильно. С вами был Полянский Алексей. Если это видео было вам полезно, ставим палец вверх. Подписываемся на канал. Всего доброго. До свидания.